Приветствую, друзья. Олег Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции, которые были наложены в связи с агрессией против Украины. Тиньков заявил, что санкции в отношении него были ошибкой, что он не поддерживает Путина и развязанную им войну. Также он попросил меня поддержать его обращение к властям Великобритании, что я и сделал. Я подписал письмо, в котором заявил, что Олег Тиньков с самого начала агрессии открыто выступает против войны и публично размежевался с путинским режимом, и поэтому должен быть исключен из санкционного списка. Я не знаю, каким будет решение британских властей, но надеюсь, что оно будет рациональным и модельным с прицелом на будущее. Я неоднократно высказывался по вопросу санкции, считаю его очень важным, и поэтому хотел бы подробно и публично объяснить, почему я поддержал Тинькова, кого и почему я буду поддерживать впредь. Я по умолчанию считаю, что все обладатели крупнофинансовых ресурсов из России, я имею ввиду сотни миллионов и миллиарды долларов, должны рассматриваться как потенциальные объекты для санкций. Если же обладатели таких ресурсов имеют опыт прямого взаимодействия с Путиным или возможность такого взаимодействия, то они точно должны оказаться под санкциями. Причем логика здесь далека от привычной западным и российским СМИ. Обладатели ресурсов должны столкнуться с санкциями или с их угрозой, не потому что они олигархи или бенефициары режима. Олигархов, то есть предпринимателей, определяющих политику страны по такому вопросу, как война в России, на самом деле, в общем-то нет. Но оставим в стороне личных друзей Путина, типа Ковальчука, потому что там все сложнее. Скажу лишь, что даже на пике финансовых возможностей я лично никогда не смог бы навязать какое-то подобное политическое решение ни Ельцину, ни Путину. И никто из бизнесменов не смог бы. То есть некоторые надували щеки, но реально никто не смог бы. Такая же ситуация сейчас. Тех, кого называют олигархами, ими не являются. Вершина могущества – это возможность, что тебе что-то шепнут на ушко заранее. Но повлиять на путинские решения уровня начала или окончания войны никто из бизнесменов не может. Даже мнения их спрашивать не будут. Поэтому идея о том, что давайте надавим санкциями на путинских олигархов, а они заставят его закончить войну – это наивность или заблуждение. Идея о том, что санкции надо вводить против тех, кто являются бенефицарами путинского режима, может быть и неплохая. Но к текущему моменту отношения не имеющие. Ну, во-первых, бенефицар режима – это такая тяжелая дефиниция. Не буду говорить про личности, но большинство крупных бизнесменов от путинского режима не выиграли, а проиграли. И уж поверьте мне, без Путина они бы и зарабатывать могли больше, и уж точно в большей безопасности были бы. Во-вторых, санкции против реальных бенефицаров режима, типа Ковальчуков, Сечина, Хартенбергов, не заставят этих людей отвернуться от Путина. Там у них такой послужной список, что санкции, не санкции, им все равно без Путина посидеть придется. Так что с этим режимом они до конца. Тогда какой вообще смысл в санкциях? Зачем они? Какой критерий? Тут все достаточно просто, на мой взгляд. Санкции нужны, чтобы осложнить Путину возможность продолжать или выигрывать войну. Главное препятствие для Путина, ну кроме сопротивления ВСУ Украины, это Запад. Поставки оружия, обучение украинской армии, финансовая помощь Украине, секторальные и технологические санкции, нефтяное эмбарго. Все это приостанавливает Путина. И все это зависит от западных политиков, лидеров общественного мнения и избирателей. Традиционные способы воздействия на западное общество сейчас для Путина практически недоступны. Но это не означает, что таких способов у него нет. Ведь у каждого обладателя крупного финансового ресурса есть много способов и возможностей для влияния. В том числе и на Западе. Причем я даже не говорю про прямую коррупцию, хотя очевидно, что и такое случается. Но есть знакомства, связи, бизнес-контакты, попечительские советы, совместные связские мероприятия и конференции. Всегда можно найти выход, поговорить, убедить, пообещать, какие-то встречные услуги предложить, ну или интересные бизнес-возможности. И все это будет абсолютно законно. Вопрос в том, о чем попросить. Можно попросить о помощи украинским детям. Можно о каких-то бизнес-возможностях или контактах. А можно попросить, например, отменить эмбарго на покупку российской нефти. Или кто-то может начать убеждать политиков, что Западу невыгодно и дальше тратится на поддержку Украины, а стоит заняться там, например, внутренними проблемами. Вот как понять, кто из обладателей крупного финансового ресурса будет использовать свое влияние в интересах Путина и наложить санкции именно на него. А я хочу напомнить, что санкции это не только заморозка счетов. Это еще и запрет под угрозой уголовного преследования оказывать услуги подсанкционному лицу. Невозможно определить, кто будет лоббировать интересы Путина. Но можно легко понять, кто точно не будет. Для меня такая вот жирная красная черта проходит по одному вопросу. Если публичная личность громко и открыто заявляет о том, что он или она осуждает войну, считает ее преступной, а развязавших ее Путина и его приспешников преступниками, что территориальная целостность Украины для него безусловна, то этот человек размежевался с режимом Путина. И раз так, то вероятность того, что он будет лоббировать интересы режима, невелика. В таком случае поддержать отмену санкций в отношении этого человека, это указать дорогу десяткам и сотням людей, которые сегодня вынужденно помогают Путину своими предпринимательскими талантами. Именно такой подход с самого начала войны предложил антивоенный комитет России, в котором я состою. С самого начала войны я призывал всех крупных бизнесменов, обладателей существенного финансового ресурса, осудить войну и военных преступников. Я прямо заявлял, что понимаю их опасения, и что до войны угроза жизни была бы достаточным оправданием. Но на войне жизнью рискуют многие, и их жизнь, а тем более их состояние, ну ничем не дороже. Вы не должны пытаться проскочить между стройками. Или заявляйте свою позицию, или мы враги. Не обижайтесь. Я обещал выступить в поддержку людей, размежевавшихся с режимом, поскольку в самом начале войны Тиньков публично и громко выступил против нее, и размежевался с режимом Путина, я прямо и недвусмысленно встал на его сторону в этом вопросе, ну, когда он меня попросил. Тут есть важное уточнение. Санкции – это ведь не наказание. Наказание определяет суд. Санкции – это инструмент. Я выступил за снятие санкций с Тинькова не потому, что он мне нравится или не нравится, и не потому, что я считаю его хорошим человеком. В конце концов, некоторые из его высказываний мне сильно не близки. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить. Да и про меня он высказывался далеко не комплиментарно. Я считаю, что санкции с таких людей, как Тиньков, должны быть сняты потому, что он четко и недвусмысленно размежевался с режимом Путина, потому что он продемонстрировал этим свою неподконтрольность режиму, а следовательно риск, что он будет действовать в интересах режима, невелик. Все остальное, хороший он человек или не очень совершал, или не совершал какие-то другие плохие поступки, должно решаться в обычном порядке. И эта логика должна работать и в обратном направлении. Человек может быть сколько угодно приятным и обходительным, поддерживать искусство и заниматься благотворительностью. Но это не повод снимать санкции с него до тех пор, пока этот человек публично не порвет с путинским режимом, не назовет войну войной, территориальную целостность Украины безусловной, а преступников преступниками. Можно, конечно, испытывать жалость и сочувствие, например, к Фридману и Авену, в их тяжелой жизни под санкциями. Можно с пониманием отнестись к их рискам остаться без собственности в России или встретиться с коллегами салсберецких отравителей. Но вот призывать западных политиков снять с Фридмана и Авена санкции, как это делает Леонид Волков и некоторые другие уважаемые люди, немного преждевременно. По крайней мере, до тех пор, пока господа Фридмана и Авен публично не выскажутся по поводу преступности войны, ответственности за нее Путина и территориальной целостности Украины. С начала войны прошло более года. Достаточно времени, чтобы все обдумать, осознать и принять решение. Если вы очень обеспеченный человек и живете за пределами России и не поддерживаете войну, то что удерживает вас от того, чтобы высказаться публично? У меня есть несколько предположений. Первое. Путин имеет на вас какой-то мощный рычаг воздействия. Финансовый или через компромат, или через какую-то другую угрозу. Неважно. Но тогда вы спящий или уже активный агент его влияния. Второй вариант. Это вы, несмотря на жизнь на Западе, финансовые возможности связываете свое будущее с путинским режимом. Не с Россией, а с путинским режимом. Поэтому не хотите портить с ним отношения. В обоих случаях санкции против вас – это разумная предосторожность. Третий случай. Вы договорились с работниками плаща и кинжала. Тогда на вас и так санкции не распространяются, но это уже другая сфера, к которой мне не хотелось бы иметь отношения. И я, конечно, отбрасываю аргументы формата, что они не высказываются, потому что у них в заложниках многотысячные коллективы их предприятий. Тинькофф высказался против войны, потерял бизнес. Я первый из предпринимателей, первый. Я первый назвал слово «война». Никто не сказал «война», я сказал «война». Ничего, никто не стал расстреливать сотрудников Тинькофф-банка. В 2003 году я очень переживал за ЮКС, как за эффективное и важное для экономики предприятие. Отобрали, раздербанили, превратили в неэффективный ресурс для выкачивания кэша для людей из власти. Но десятки тысяч сотрудников остались на своих рабочих местах. Так что не надо себя и окружающих обманывать. Есть очень простая, четкая, рациональная, однозначная логика. Санкции могут сниматься с тех, кто публично признал, безусловно, с территориальной целостности Украины, осудил войну, назвал ее преступной, а Путина военным преступником. Не сделали этого, не порвали публично с путинским режимом. Простите, но должны находиться под обоснованным подозрением, что являетесь агентом влияния Путина. Все просто. У каждого есть возможность. Ну, если, конечно, сильно не затягивать. Счастливо вам. Войне больше года. И неопределившихся уже не должно быть.